Тренировка пресса. Особенности. А теперь 10 минут упражнений на пресс. Любых, сказал наш тренер в конце тренировки. Да, и в базовой тренировке новичка также говорится не о конкретных, а о любых упражнениях на пресс. Так уж сложилось, что во многих тренировках упражнения на пресс идут в конце по остаточному принципу. Да, и самим упражнениям обычно и уделяется не так много внимания. Меж тем, исследования показывают, что не все они полезны для здоровья и позвоночника. И не все качают именно пресс. Пример вредного упражнения на пресс – подъем прямых ног при зафиксированном корпусе. Причем поднимаете ли вы прямые ноги из положения лежа или делаете это из вертикального положения с упором в пояснице. Это вредит вашему позвоночнику. Никогда так не делайте. Пожалейте свой позвоночник. Исследования показали, что подъем прямых ног вызывает значительную компрессионную нагрузку на межпозвоночные диски поясничного отдела позвоночника. При этом максимальное усилие возникает в момент отрыва пятки от поверхности плоскости. Если такая нагрузка проводится регулярно, то это может привести к накоплению микроповреждений в нормальных дисках, а в дегенеративно измененных межпозвоночных дисках вызвать повреждения и увеличение грыжевого выпячивания. Выполнение этого упражнения вызывает развитие и прогрессирование остеохондроза поясничного отдела позвоночника. Поэтому, если вы поднимаете ноги или корпус при жестко закрепленной пояснице, подумайте о возможных последствиях. В этом плане одно из самых вредных упражнений складной нож. Мышцы живота напряжены, а мышцы поясницы расслаблены. Следовательно, вся нагрузка при сгибании ложится на связки позвоночника. В результате эта переходная точка начинает давать болезненные симптомы. А точка эта находится в очень хороших рефлекторных отношениях со всем данным сегментом. Начинает болеть поясница. Чем больше вы сделаете таких упражнений, тем скорее заболит. Что делать? Первое. Просто полностью исключить упражнения, где поясница отрывается от поверхности или упирается в жесткую поверхность. Номер два. Если делаете скручивание, лежа избегайте отрыва поясницы от пола. Номер три. Можете легко обходиться вообще без скручивания. Ведь есть несколько замечательных упражнений на пресс, не нагружающих поясничный отдел позвоночника. Я рекомендую молитву. Верха и низа пресса не существует. Он нагружается весь и сразу. Мышцы в районе живота состоят из четырех мышечных групп. Поперечная мышца залегает внутри. Поддерживая ваши внутренние органы, внутренние косые мышцы проходят по диагонали от таза к груди. А внешние косые лежат над ними, помогая вам сгибать и поворачивать корпус. Наконец, поверх поперечной мышцы лежит прямая мышца живота, которой придают так много внимания. Именно ее называют прессом. Она начинается на тазовой кости и крепится к грудине. Пресс поддерживает спину прямой и позволяет наклоняться вперед. Соединительные волокна, пересекая ее поперек, создают те самые шесть кубиков, которые служат доказательством хорошей физической формы. Хотя, различные упражнения по-разному вовлекают в работу мышцы пресса. Таких понятий, как верх и низ пресса, не существует. Поэтому, если вы видите где-то упражнение на верхнюю часть пресса или на нижнюю, исходительно улыбайтесь. В ходе выполнения любых упражнений на пресс стимулируется сразу вся прямая мышца живота. Невозможно напрягать и заставлять работать только ее часть. Пресс относится к мышцам-стабилизаторам, называемым на американский манер мышцами кора. Эти мышцы, которые можно развивать, оставаясь неподвижным, в отличие от других скелетных мышц, они не двигают костями. Их задача сохранения таза, позвоночника и бедра в стабильном положении. Укрепление кора позволяет сохранить осанку и здоровый позвоночник. Но один час тренировок в неделю не может компенсировать 50 часов сидячей работы, демонстративно озабоченной позе. Хочешь прямую спину и живот в кубиках, работать над осанкой, сидя за компьютером, не наклоняйся вперед и не закидывай ногу на ногу, а плечи держи опущенными и немного отведенными назад. Любое сложное движение начинается с сокращением мышц кора. Только после того, как они включились в работу, усилие передается через руки и ноги к штанге или гантелям. Слабый центр отдает слабые команды, поэтому если твои результаты в жимах или приседаниях перестали расти, обрати внимание на мышцы кора. Что делать? Чтобы как следует нагрузить сразу все мышцы кора, выполни следующий набор упражнений. Подряд, без отдыха. Первое. Подъем ног в висе. Для мышц пресса база это подъем ног в висе на перекладине. Внимание, без упора в пояснице. Номер два. Боковой мостик. Напрягаем мышцы живота и спины. Оторви таз от пола, выведя корпус в одну линию с ногами. Упрись предплечьем в пол, строго напротив плеча. Задержись в таком положении на 15-60 секунд. Сколько можешь и повторить для другой стороны. Дополнительно напрягаем мышцы живота и ягодиц, для того, чтобы удерживать корпус идеально прямым. Номер три. Планка. Упор лежа на предплечьях. Ноги ставь либо вместе, либо на ширину плеч. Чем шире, тем легче. Подними правую руку диагонально вперед и вправо. Два часа зафиксируй такое положение в течение двух секунд и вернись в исходное положение. Повтори другой рукой и получишь один повтор. Важно! В исходном положении предплечья должны быть перпендикулярны плечам, а локти находятся строго под проекцией плечевых суставов. Номер четыре. Скручивание на фитболе. Ложитесь на фитбол, руки за затылком, ноги на ширине плеч. Бедра и корпус в линию параллельно полу. Теперь выполняй стандартные скручивания. Сделай 15 повторов или столько, сколько можешь. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok